Визит губернатора Московской области и мэра Москвы в лагерь Юнармеец. Единый выпускной вечер, открытие детских площадок, туршлет молодежи. Июнь выдался богатым на события в разных сферах жизни Щелковского района. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Говорим о главном». Давайте вспомним, каким был первый месяц лета. Начнем с темы, которая затрагивает не только наш район, но и всю Московскую область, а также Москву. В июне губернатор Подмосковья и мэр столицы посетили оздоровительно-образовательный центр Юнармеец. Политики планируют создать совместный координационный совет, который будет заниматься вопросами детского отдыха в лагерях Московского региона, в том числе комфорта и безопасности ребят. Андрей Воробьев и Сергей Собянин посмотрели, как организован отдых в Юнармееце и пообщались с отдыхающими. На площадке за любимой игрой ребята, отдыхающие в лагере Юнармеец. Здесь они провели уже немало веселых часов. В этот раз к игре присоединились гости. Муниципальный лагерь посетили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Конечно, не только сыграли в футбол, но и осмотрели территорию лагеря, пообщались с ребятами, проверили, насколько качественно и комфортно организован отдых. Отметили, что планируется создание совместного координационного совета, который будет заниматься вопросами детского отдыха в лагерях Московского региона, в том числе комфорта и безопасности ребят. На территории Подмосковья порядка 100 летних лагерей. Десятки тысяч детей из Москвы и Подмосковья отдыхают вот так вместе, дружно. И наша задача сегодня Сергею Семеновичу убедиться, что все организовано на должном уровне. И безопасность, и питание. Наша совместная программа предполагает поддержку летнего отдыха детям и на территории Москвы, летние лагеря, как Сергей Семенович, музеи, различные места привлекательные, так и на территории Подмосковья. Ребята могут чувствовать себя уверенно, все двери для них открыты. Мы с Андреем Юрьевичем решили посмотреть, как вы живете, как вас кормят, какой здесь порядок, какая безопасность. И решили сделать это не только в вашем замечательном лагере, но и посмотреть, как живут молодые, маленькие москвичи и жители Подмосковья в других лагерях. Создать координационный совместный совет, чтобы смотреть, насколько эти лагеря обихожены, обустроены для детей и совместно развивать инфраструктуру. На территории районного лагеря «Юнармеец» расположены три спальных корпуса, рассчитанных на пребывание около 300 детей. В столовой трехразовое питание, есть все необходимое для досуга ребят. Детский игровой городок, спортивные площадки, специально оборудованная площадка для игры в лазер-тек. Вожатые нам устраивали всякие игры и в корпусе, и на улице. Были разные мероприятия, шоу-таланты, дискотеки. Игры здесь очень хорошие, особенно для мальчиков. Всем мальчикам нравится. Многие играют в пинг-понг, баскетбол, футбол, волейбол, пионербол. То есть тут очень много развлечений. Я тут второй раз, и, наверное, через несколько лет хочу приехать сюда как вожатый. Спортивные игры на свежем воздухе, творческие кружки, интересные увлекательные конкурсы и, конечно же, новые друзья. Все это лагерь «Юнармеец» может предложить своим гостям. Этим летом здесь пройдут четыре смены, третья станет международной. Международные в лагере смогут отдохнуть также дети из других стран. Всего за лето в лагере отдохнут порядка 1200 ребят. Вы хотите отдыхать еще? Вот такие неподдельные эмоции. Всего же в двух загородных лагерях «Юнармейцы» и «Лесной сказки» в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут более 1700 ребят. Также на базе школ Щелковского района в июне открыли смены лагеря дневного пребывания. Так что летом детям досуг обеспечен. А как же быть тем, кто по каким-то причинам не сможет побывать в лагере? Ведь лето в самом разгаре, и у ребят больше свободного времени. Сегодня весело и безопасно. Можно провести его и у себя во дворе. В Щелковском районе продолжается реализация программы губернатора региона «Наше Подмосковье». В ее рамках в июне были открыты два современных игровых комплекса. Пришлись ли они по душе детям? Праздник для детей, радость для взрослых. Такого события в каждом дворе ждут с нетерпением. Новая детская площадка в селе Петровское появилась в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье». Насколько игровые формы соответствуют стандартам качества и ожиданиям жителей, после торжественной церемонии открытия проверил министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин. Вы знаете, мне очень приятно быть на таких мероприятиях, потому что те площадки, которые дают губернатор Московской области, они не просто красивые, они просто удобные, они просто безопасные. Это еще площадки, которые вмещаются в самые современные игровые технологии. То есть, приехав в Европу, куда-то еще вы всегда увидите те элементы, которые есть на детских площадках губернатора Андреевича Рогнева. Площадки очень востребованы. Еще открывая в прошлом году в Протасово детскую площадку, мы уже с главой Огуднева строили планы о том, как дальше развивать поселение. И благодаря заявке, благодаря включению в программу губернатора удалось реализовать эти планы. Для родителей отличная детская площадка, ну а для кого-то целый космос. Мир, в котором живое воображение ребенка обретает простор для игры творчества. А между тем, новая площадка действительно оформлена в нестандартной космической тематике, близкой Огудневскому поселению, визитной карточкой которого не первый год является летающая тарелка. Как будто ты в космос улетел, и там площадка такая же. Она очень хорошая, очень красивая, и мы очень действительно довольны, что она у нас теперь есть. И в принципе, я думаю, что она охватит все наши дома. Безопасное резиновое покрытие, отдельно песочница для самых маленьких, самые разные качели, карусели и даже тренировочный комплекс. Ориентирована новая площадка на различные возрастные группы. Помимо различных игровых форм для самых юных жителей Петровского, на новой детской площадке установлен комплекс и для ребят постарше. Здесь можно увидеть тренажеры на различные группы мышц, а также комплекс для воркаута. Универсальная детская площадка со спортивными тренажерами открылась в июне в Аниске. На игровой комплекс выдержан в морской стилистике и также возведен по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Спортивное плавание. На площади 450 квадратных метров расположились детская площадка, спортивная игровая зона. Ну и, конечно же, тренажеры. Все удобное, новое, красивое и увлекательное для детей и подростков. Мне в этой площадке нравится, что тут классно, хорошо играть, весело. Догонялки можно играть. Догонялки. И безопасно, да? Да, здесь можно еще на качелях покататься. Врядки играть, корабль большой. Ну, в целом, вам нравится это? Да! Удобно, безопасно, детям нравится. Даша, тебе понравилось? Веселая площадка? Каждый день будем переезжать. За последние годы в Щелковском районе по программе губернатора установлено порядка 10 детских площадок. В скором времени планируется открыть еще два игровых комплекса. На этот раз в городском поселении Фрянова. А для 800 юных жителей нашего района детские игры остались в прошлом. В июне уже в третий раз в Щелковском районе прошел единый выпускной вечер. Ребята из 31 школы собрались в универсальном спорткомплексе Подмосковья, чтобы проститься со школьной скамьей. Для них наступает новый взрослый период. Какие эмоции у ребят вызвало масштабное и яркое событие? Давайте посмотрим. По-настоящему ярко открывается единый районный выпускной вечер. Масштабное мероприятие проходит вот уже в третий раз и вновь в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Сегодня здесь собрались выпускники из 31 образовательного учреждения Щелковского района. Более 800 ребят впервые в едином выпускном принимают участие курсанты Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Под аплодисменты почетных гостей, родных и близких в сопровождении звуков оркестра Министерства обороны Российской Федерации проходит торжественный выход выпускников 2018 года. Дефиле фотографии на память, улыбки, радость и только самые положительные эмоции. Именно так начинается этот день. Подошел к концу крайний учебный год и завершился весь учебный период. Вы стали взрослыми, вы подошли к другому этапу своей жизни. Конечно, он будет непростой. Конечно, вы все волнуетесь перед следующим уплатом, но больше волнуемся мы. Почему мы волнуемся? Потому что мы вас любим. Мы хотим, чтобы у вас все удалось. Сегодня вы подошли к перекрестку, к встрече. И после этого перекрестка вы будете выбирать, куда идти и с кем идти. И независимо от того, куда вы пойдете, благодаря тому, что ваши учителя, ваши родители вложили в вас жажду знаний, целеустремленность, вы обязательно достигнете успеха. Перед вами открыта другая дорога. Дорога во взрослую жизнь. И я хотел бы пожелать вам, чтобы эта дорога была счастливой. Но сегодняшняя атмосфера не позволяет грустить никому вокруг. Творческие подарки, выступления артистов и яркие декорации уже становятся традицией выступления выпускников. Ребята порадовали всех присутствующих подготовленными музыкальными и хореографическими номерами. И, конечно, какой же выпускной бал без его главного танца – вальса. А после ставшей доброй традицией золотой конфетти «Салют» осыпал медалистов, тех, кто набрал 100 баллов на едином госэкзамене, а также лауреатов премии губернатора Московской области за особые успехи в обучении. Стоя под этим золотым дождем, ты понимаешь, чего ты на самом деле достиг. Тебе все аплодируют, и ты понимаешь, что в этом есть и твоя заслуга, и твоих учителей, и, конечно же, родителей. В институте не будет такой близости с учителями, как в школе, потому что в школе учителя интересуются твоей жизнью, они как-то добры к тебе, они все время стараются быть ближе к тебе, и поэтому, конечно же, я буду скучать. Выпускной – это день, когда каждый из ребят ожидает чудо, которое непременно должно произойти. Все они о чем-то мечтают, а самые светлые мечты непременно должны сбываться. И вот наступает один из самых торжественных моментов сегодняшнего вечера, когда мечты выпускников, написанные ими на бумаге, отправляют прямо в небо шар желаний. Свои заветные желания выпускники оставили в секрете, чтобы они обязательно сбылись, а продолжился праздничный вечер яркой программой выступления музыкальных групп и звезд отечественной эстрады. И, конечно, для всех, кто принял участие в этом вечере, он навсегда останется теплым воспоминанием, как финал той беззаботной поры, что зовется чудесными школьными годами. 9 сентября в нашей стране пройдет единый день голосования. Жителям Московской области предстоит определить курс развития Подмосковья на ближайшие пять лет. В регионе пройдут выборы губернатора. Уже определили кандидата, который представит партию на выборах члены регионального отделения «Единой России». Более 200 делегатов из 60 районов и округов Подмосковья собрались на внеочередной конференции. Ранее встреча с участниками праймерис прошла в Подольске. В список предварительного голосования вошли пять претендентов. Член Президиума управления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ. В Московской области Александр Лысенко, депутат Совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев и губернатор региона Андрей Воробьев. На конференции делегатам предстояло выбрать из списка одного кандидата. В рамках конференции состоялось тайное голосование. Подавляющее число делегатов отдало свой голос действующему губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Это итоги работы, которые были подведены. Очень многое было сделано на протяжении его срока губернатора. Есть задачи, которые поставлены и наперед, и мы, конечно, хотим двигаться вперед вместе с ним. Конечно, я хочу отметить, что наш действующий губернатор Андрей Воробьев, он любит партию, доверяет партии. Плоть от плоти этой партии. И, конечно, нам приятно, что партия Единой России, региональное отделение, это не вопора. И он выбрал именно этот путь. Конечно, мы поддерживаем нашего нынешнего губернатора Андрея Воробьева, потому что в Подмосковье сделано очень много. И еще больше предстоит сделать. Подмосковье – это регион-лидер среди всех регионов. На конференции делегаты также приняли предвыборную программу регионального отделения партии. У нас все практически сферы охвачены партийными проектами. Именно на основании партийных проектов мы формируем программы, которые финансируются уже из бюджета федерального, из бюджета областного. Это гарантия того, что эти задачи будут выполнены. И сегодняшняя команда может с уверенностью сказать, что те задачи, которые мы ставили в прошлый политический сезон, они успешно исполняются. Это и детские сады, это и школы, это и ремонт медицинских учреждений. После завершения конференции состоялось актуальное событие. Региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заключили соглашение о взаимодействии в области реализации государственной программы региона формирования современной комфортной городской среды на 2018 и 2022 годы. Оно предполагает развитие партийного проекта «Народный контроль» по нескольким направлениям. Та тема, которая самая значимая сегодня для жителей Московской области, самая близкая, это программа «Мой подъезд». Это как раз основная веха этого соглашения, где народный контроль, как контрольный орган «Единой России» будут осуществлять контроль и реализацию этой программы на всех этапах в муниципалитетах Московской области. 12 июня в нашей стране отметили один из самых молодых государственных праздников – День России. 5000 человек приняли участие в торжественных мероприятиях по всему району. Центральным местом притяжения стал городской парк. По-особенному отмечали государственный праздник в микрорайоне Чкаловский. На созданной в прошлом году «Аллее героев» открыли бюст героя Российской Федерации Андрея Савгиренко. Жизнь Андрея Савгиренко оборвала вторая чеченская кампания. 13 декабря 1999 года в Аргунском ущелье боевики сбили российский самолет. На его поиски отправилась группа из трех вертолетов. Попали под обстрел с земли. Экипаж Ми-24 майора Савгиренко своей машиной прикрыл два других вертолета, вызвав огонь на себя. Спас товарищей, а сам погиб. Как и его штурман Александр Иванов. За этот подвиг летчики посмертно были удостоены звания Героя России. Наши дети, выбирая профессию, они не думают о том, что будут они служить долго или недолго. Как кому повезет. Как говорят, героями не рождаются, героями становятся. И у каждого героя своя дорога, свой путь. У кого он длинный, а у кого очень короткий. Спасибо вам за память о моем свиньем. Такие люди, как Андрей Савгиренко, в непростые 90-е отстояли целостность государства. Не позволили гражданской войне, развязанной на части территории России, разгоряться на всю страну, отметил в своем выступлении глава района Алексей Валов. Прекрасный сын, прекрасный муж, прекрасный офицер, прошедший горнила, многих войн. Но тот, который исповедал основной принцип, сам погибай, а товарища выручай. Андрей Савгиренко жил в поселке Свердловский, похоронен на кладбище в деревне Леониха. Его имя носит турнир по русскому жиму, который много лет проводится в Чкаловском. Теперь жертвенный подвиг во имя России увековечен на Аллее Героев. На торжественной церемонии присутствовали его близкие, мама, жена, сын, заслуженные авиаторы, участники молодежных военно-патриотических организаций, десятки жителей Чкаловского. Памятник создан на средство главы городского поселения Щелково Рушана Махмутова. Ничего личного здесь не было. Действительно, мама подошла столько лет, они могли, все обещали исполнить ее, действительно установить этот памятник. И мне удалось. Я не знаю, какие силы помогли, но мне удалось. Конечно, Аллея, то, что в том году ее открыли, Аллея имеет свое продолжение. Помним, действительно, героев той новой России, которую у нас сегодня отдают свои жизни за нашу целостность России, за наше будущее спокойное. Как было сказано сегодня на митинге, мемориальный комплекс Аллея Героев в микрорайоне Чкаловский планируется развивать и расширять. Вслед за Андреем Савгиренко здесь продолжат увековечивать имена героев, чья жизнь была связана со Щелковским районом. Более трех лет назад в Щелкове открылся центральный офис МФЦ. Сегодня еще 15 дополнительных окон расположены по всему району. За это время учреждение успело себя зарекомендовать, ведь главная задача сделать муниципальные и государственные услуги более доступными для каждого жителя, активно решается. Так, в июне еще одно окно открылось в микрорайоне Чкаловский. На улице Радиоцентр 5 в доме номер 16 функционируют 4 окна многофункционального центра «Мои документы». Также в помещении располагается консультационный пункт Московского областного БТИ, предоставляющий услуги в сфере оборота недвижимости. В ближайшее время запланировано открытие окна МособлЕРЦ. Расширяем спектр действия нашего МФЦ. Практически в каждом поселении созданы удаленные окна. Зашли в отдаленный микрорайон Радиоцентр. Там мы открыли сегодня 4 окна ФЦ, плюс там еще будет работать приемное окно БТИ, потому что все-таки много вопросов возникает с оформлением квартир, и мы понимаем, что услуга будет востребована. И потихонечку заведем туда, соответственно, и ЕРЦ, МособлЕРЦ. Что даст для жителей, конечно же, уменьшение времени на получение этой услуги. То есть логистика пешеходная будет короткая. Люди будут чувствовать удовольствие от того, что они вышли с квартиры, пошли и получили услугу. Вот для этого мы все и делаем. Всего же с начала года в поселениях района было открыто 6 удаленных окон МФЦ. 4 окна многофункционального центра готовятся к открытию. Умеешь сам защити других. Учебный класс для прохождения курсов гражданской обороны открылся на базе центра «Лесная сказка» в Щелкове. Чем вызвана необходимость создания такого учреждения? И какие возможности представляет новая образовательная площадка? Давайте узнаем. Учимся выживанию. Что нужно делать при возникновении нештатной ситуации, если за твоей спиной находится не один десяток людей? Как организовать спасательную операцию? Обо всем этом и многом другом теперь рассказывают на курсах гражданской обороны. Они проходят в специализированном учебном классе, открывшемся на базе центра «Лесная сказка» в Щелкове. Мы заранее провели работу для того, чтобы определить штатные специальности, для того, чтобы подготовить место, где можно будет проводить обучение руководителей всех уровней к культуре безопасности и гражданской обороны на территории Щелковского района. Этот объект – это начало того большого пути, который называется «Всеобщая безопасность Щелковского района». В создании учебного класса муниципального центра гражданской защиты оказали содействие управления МЧС по Московской области обеспечив подготовку преподавателей. Для этого потребовалось в помещении старой школы выполнить ремонт, закупить мебель. Первый в Щелковском районе учебный класс по гражданской обороне оборудован самым необходимым. Это и учебные пособия, а также наглядные плакаты, ну и, конечно же, компьютерное оборудование. Оно позволяет провести так называемый входящий контроль знаний, ну и после прохождения курса обучения сдать экзамен, получив определенное количество баллов. «Современный мир, в котором мы с вами живем, количество техногенных катастроф, природных пожаров, политическая обстановка в мире, она сама требует того, чтобы наш народ был подготовлен в области защиты населения, а прежде всего руководителей. Поэтому это очень здорово, что именно на вашей территории открывается такой замечательный центр». Щелковский район вошел в число 25 муниципальных образований на территории области, где организованы курсы гражданской обороны. 2018 год в МЧС проходит под лозунгом «Года культуры безопасности». И завершим нашу программу на спортивной ноте. На поле возле деревни Савенки прошел туристический слет активной молодежи Щелковского района. Этого события всегда с нетерпением ждут юноши и девушки. Всевозможные конкурсы, песни у костра привлекают все больше молодежи. Надо сказать, что в этом году слет был посвящен знаменательной дате – столетию в ЛКСМ. Современная молодежь показала, своим энтузиазмом они совсем не уступают своим старшим товарищам. «И за это нам награду! Мы влетли на вас живем!» На туристическом слете активной молодежи есть те, кого сюда родители привозили еще ребенком вместе с собой. Это самые-самые-самые надежные, смелые туристы. Есть такие? Есть! Туристические слеты – это целая череда конкурсов, которые разыгрываются, конечно же, в соответствии с единой темой – юбилеем организации, которая когда-то олицетворяла само понятие – активность, задор, напор, способность делать не для себя, а для всех. На туристическом слете столетие комсомола обыграно было даже в конкурсе с веселым названием «Поленица». Соответственно, тема «100 лет в ЛКСМ». Ну и кроме Ленина в голове больше ничего не было, поэтому была задача сделать именно фигуру Ленина. И поставили на пьедестал, чтобы было повыше, помасштабнее, скажем так. Тема «Столетия в ЛКСМ» прошла красной нитью через весь слет. Палаточные лагеря команды оформили в соответствующем стиле. Пролетарские столовые, красные уголки, доски почета, библиотеки с советской литературой и фотографиями того времени. Отображена тема и в конкурсе поварского мастерства, и в оформлении всевозможных блюд, и в приглашении в состав жюри настоящих, тех самых из далекого прошлого, комсомольцев, которые когда-то тоже начинали свою общественную работу с участия в туристических слетах. Ходили на комсомольские слеты, участвовали почти все школы, почти все школы. Был общий костер, было общее веселье, не по уголкам, каждый у себя, а было все общее. Радовались жизни, самое главное – общались. Общение – это очень великое дело. Люди знакомились, некоторые женились после этого, встречались чаще, каждый год рвались на эти слеты. Несмотря на то, что изменилось политический строй, изменилось многое в стране, и той страны нет под названием Советский Союз, все равно без истории нет и будущего, и без памяти нет тоже будущего. Слет активной молодежи проходил в течение трех дней. В нем приняли участие более 200 человек. Таким насыщенным был первый месяц лета 2018. Какие события принесет нам июль, узнаем. Мы смотрели программу «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова